Александр Владимирович Мельник, истинный подвижник, лицо России, истинное, именно в смысле, как говорил Илья В. Толстой, что русский человек является именно русским, когда помогает людям и братьям неволе. Итак, Александр Владимирович, увидев только несколько фотографий разрушенных монастырей, церквей, он первое, что сказал, рушат святыни православные, Россия про это не знает. Это был конец 2003 года. И он понял, что самое главное. Он уже в начале 2004 года сделал акции, в котором приехали 40 журналистов Косово и Метохия. На них набрасывались камнями, а, конечно, как герой нашего времени, Александр Мельник был во главе этой делегации. В Дечино, городе, где находятся высокие Дечино, наш самый известный монастырь Косово и Метохия, забрасывались на нас камнями, и потом Кейфор писал, что это были снежки, но эти снежки не таяли. И Леонтьев, который получил, вот журналист Леонтьев, получил камень в голову, он бережет этот камень на память еще до сих пор. Мельник увидел своим сердцем, о котором я всегда говорю, что совсем не случайно это сердце благодатного огня, потому что он с Владимиром Якуниным не первый нес вот этот благодатный огонь и в Россию, а потом и в Сербию. Таким сердцем он увидел детей Косово, как в гетто растут. И он первое, что захотел, и это сразу сделал в своем стиле, решительно, стремительно, быстро. Он пригласил 540 детей, они уже в июне 2004 года были в России, 520 детей из гетто. Все возраста с 7 до 13 лет из гетто, из анклав Косово были в Москве и в лагерях под Москвою. После 21 день они вернулись со всеми другими детьми, они ушли угрюмыми, одинокими, а вернулись веселыми, с такими, знаете, впечатлениями, воспоминаниями, подарками. Он очень много того организовал, 4 раза был в Косово, и семинары для профессоров русского языка, и приносил подарки на Рождество детям. Этот фонд Андрея Первозванного во главе с Якуниным и Мельником сделали историческую роль между Сербией и Россией, а при этом я скажу и в мировой истории, потому что Косово, из-за него произошла бомбёжка в Европе в 1999 году. И они будут запомнены всегда такие люди, как первые, которые пришли навстречу помогать. Я очень горжусь хотя бы, что наш народ ответил на эту доброту, на этот благодатный огонь его сердца. Он получил орден святого Саввы, толчок его сердца и добрые дела, он порождал многие добрые дела. Из 540 детей возникся ансамбль, которым руковожу 15 лет, которые свидетельствами, песни и стихами о трагедии сербского народа и поют о России. Вы, может, и видели, и услышали эти песни на стадионах в Сербии, как сербы поют о России. Но если бы этого толчка Александра Мельника не было, не было бы ни этих Косовских пион. Значит, он порождал так много хорошего, и он был фантастичным организатором, но всё-таки это работало в сердце визионера и художника. И мне совсем не странно, что он после этой миссии, которую сделала в фонде, как председатель фонда Андрея Правозванного и Центра национальной славы России, что он стал художником, что стал режиссёром. И, вы знаете, я смотрела его фильм «Территория» и была поражена художественным качеством этого фильма. Он и там ходил впереди, и там, может быть, и не был признан совсем, как надо, потому что сделал фильм будущего. Он сделал фильм о геттоизации, которая сегодня происходит через разные попытки, и ковид, и так далее, которые западная цивилизация готовит для душу всех нас. И он сопротивлялся тому своими делами. По-моему, истинно православный человек понимает, что милосердие — это не только молиться и сострадать в своей душе, а это делать. Это был человек, который делал дело, и, ходя из одного подвига в другой, он не мог заниматься саморекламой. И поэтому, может быть, многие люди именно не знают, что он всё наделал. И мы, конечно, как общество сербско-русской дружбы, мы предложим, чтобы улица в Белграде носила его имя, и он достоин такой улицы, по-моему, и в России. Мы выражаем, мы потеряли очень много, потому что мало таких людей в нашем времени, хотя в России, конечно, Россия большая, у вас есть великие люди. И наше соболезнование по поводу смерти министра Зиничева Евгения, который вот именно и стоял во главе организации, которая является символом помощи во всём мире. Мы совсем недавно даже и в ковиде увидели вашу помощь, и не только нам. И когда потопились наши деревни, когда реки поднялись, мы, знаете, вот мы знаем, что это такое МЧС. И подумайте, такой человек погиб именно, отдавая руку помощи такому человеку. Кланяемся русскому народу, что имеют такие люди, и что помогают не только братьям, как нам помогали, а что освобождали несколько раз весь мир. И в моменте, когда идёт речь о ревизии истории, я кланяюсь ещё раз фонду Андрея Первозванного, Якунину и Мельнику, что они привезли в Москву и в Россию узников Голого острова, которые в 1948 году были наказаны, потому что не хотели отказаться от Красной Армии. Тито им приказал, а они не хотели. 50 тысяч людей было там. И те, которые пережили, имели, благодаря таким сердцем, как Александра Владимировича, побыть в России, плакать, говорить стихи и расставаться, как они говорили. «Мы хотим, хотя у них было 80 лет, мы хотим идти в Россию, чтобы последний раз увидеть свою мать, свою матушку Россию». Вот такие дела делал Александр Владимирович. Мне была очень большая честь быть его соратником в Косово в эти времена и кланяюсь низко его семье и его народу.